Сегодня в России функционирует около 200 центров кинологической службы различного уровня. Служебные собаки оказывают помощь как в выявлении, пресечении, раскрытии преступлений, так и в охране общественного порядка. Ежедневно специалисты и кинологи несут службу в различных регионах страны. Наринмар не исключение. О буднях розыскной собаки расскажет Наталья Кислякова. Раджальгиз Беркут – служебно-розыскная собака породы немецкая овчарка. На службу в наши края Беркута привезли еще в 2015 году. Вместе с наставником, полицейским кинологом Иваном Лаврентьевым, Беркут прошел обучение в ростовской школе служебно-розыскного собаководства МВД России. И до настоящего момента гордо несет службу. Беркут ежедневно ездит на осмотр в ветклинику. Проходят необходимые процедуры, полный осмотр, измерение температуры и веса. Вакцинация. Ежегодно у нас проводится вакцинация от щенки, вакцинация от бешенства. Идет у нас дегерметизация. Она проводится раз в три месяца. Ну и так, каждый день стараемся приезжать к ветеринару на осмотр. Все равно температура тела, вес. Все надо смотреть. Распорядок дня служебно-розыскной собаки очень строгий. Питается только забалансированным кормом премиум и супер-премиум класса. Ежедневные тренировки и отбой тоже по расписанию. Животное, находясь на службе в полиции, может выполнять задачи, с которыми не справится человек. Но сотрудник выполняет важную задачу. Он координирует служебную собаку. Во время несения службы они становятся практически одним целым. У нас больше идет охрана общественного порядка и охрана конвоирования. Не допускаем побеги, пресекаем побеги. Но, слава богу, их у нас нет. То есть послужной список у вас такой хороший? Да, да, конечно. Добавлю, 21 июня 1909 года был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак. С этой даты и начинается история кинологических подразделений МВД России.